Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, подписчики группы Рудиариус. Всем привет. Очередной выпуск проекта «Как Ляев отвечает». И вопрос от Егора Кацурского. Здравствуйте, Михаил. У меня вопрос. Если вы с тяжелой атлетикой выступать еще планируете, хотелось бы увидеть выступление по тяжелой атлетике в будущем. Это зависит от того, позовут ли позовут. И, наконец, хотелось бы узнать про планы на будущее. Есть какие-то задумки или цели установить силовые рекорды в каких-нибудь дисциплинах. Если да, то в каких. В тяжелую атлетику я так таковую, которой занимался я раньше, я возвращаться не хочу. Но заниматься тяжелой атлетикой для себя, делать рывки, подъемы на грудь, толчки какие-то, конечно, я буду делать. Потому что, ну, все-таки это сделало меня сильным когда-то. Поэтому от этого отходить я не буду. И мне это вообще-то нравится. Уступать я, еще раз говорю, уступать я не буду. Не зависит от того, позовут или не позовут. Меня уж точно не позовут. Не позовут никогда. Ну, а даже если бы позвали, то я подумал, что это какой-то подвох, что меня хотят поймать на контроле, дисквалифицировать, сказать, смотрите, мы же вам все говорили, что он химик. Поэтому я не хочу только поэтому туда идти. По крайней мере, я больше скажу, публика там не сменится никогда. Это есть такой мультик, когда дракон поселился в замке, пришел другой мальчик, пришел герой, вернее, убил этого дракона, и потом со временем превратился в сам дракон, в дракона. Потом появился новый герой, пришел, опять убил этого дракона, сел там почивать на лаврах, на золоте, и превратился в такого же дракона. Вот пример, это такая же система в тяжелой атлетике. Эта система тогда, когда приходит нормальный, порядочный человек, и он превращается в номенклатурного чиновника от федерации. Вот и все. В каких дисциплинах бы я хотел бы установить рекорды? Да в каких получится таких бы установил. Но не в тяжелоатлетических, это точно. Во-первых, и возрастной атлет, пускай я как мужик в силах, но как спортсмен уже для тяжелой атлетики, я уже, ну, к сожалению, я стар, суперстар. Вот, как-то так. Спасибо. Вопрос от Вити Матрюка. Здравствуйте, Михаил. Увидим ли мы когда-нибудь Сарычева на суперкубке Титанов? И, по вашему мнению, смог бы он всех удивить там своим жимом в майке? Я просто не знаю. Я разговаривал с Кириллом, Кирилл сказал, что, Миха, я, мне кажется, в майке пожму столько же, сколько без майки. Вот его слова. Ну, может, килограмм, говорит, 40 максимум. Хотя было бы неплохо. Ну, ребята жмут там 360, и Кирилл бы, пожалуй, столько же, поэтому... В общем, в целом, у Кирилла здоровье столько, сколько еще ни у одного живущего и жившего ныне, раньше и ныне, человека-силача не было ни у кого. Это реально... Родился на земле русской, вырос новый силач, новой волны, который может бороться сейчас и с Брайаном Шо, и с Эдом Холлом, и с Джулиасом... Тором Джулиасом Бернсоном, и с Савицкосом, и их побеждать. Притом побеждать на голову выше. Он просто не может в это поверить, ему нужно дать в это поверить. А про Кубок Супер Титанов я не могу говорить только по одной причине, потому что я там не профессионал в пауэрлифтинге имею в виду. Но я думаю, что тонну 150 для него бы собрать было легко. Там присесть те же самые 430 килограммов, 440, пожать там эти 360 в майке, получается сколько у нас? 800 уже, да? Килограмм в сумме 800, ну и потянуть 400, вот вам тонна 200 даже. Все это ему по силам. Я не знаю, почему он не хочет, может потому что он не хочет казаться выскочкой. Хотя какой он выскочка, парень с самым лучшим в мире режимом. Вот, поэтому я все-таки надеюсь, что парень придет, придет, медленно спустится с горы и пожарит все стадо на гриле. Но только не меня, потому что я уже к этому времени завяжу. Ребята, ну не стадо, но толпу. Извиняюсь ко всем тренирующимся. Вопрос от Саида Садулаева. Когда будет побит рекорд Магнуса в тяге? Магнусона. Мной никогда, это точно знаю. К сожалению, у меня нет такого желания его побить. Если бы у меня было такое желание, я бы уже набрал килограмм 200 и побил этот рекорд. Но, ребята, я не хочу весить 200 килограммов. Я реально не хочу. Не хочу и уже на сегодня, наверное, скорее всего уже и не могу. Поэтому рекорд Магнусона будет побит кем-то, но не мной. Я думаю, даже будет побит Эдом Холлом, скорее всего. У этого малого есть очень большой шанс. Дядя Миша. Вопрос от Антона Деревяшкина. У меня такой вопрос. А для своей дочери, Диана, вы бы какое увлечение предпочли? Более женственное танце, гимнастика, типа такого направления? Или все-таки по стопам отца поближе к железу? Ну, а что ты... Что отец может? Отец, который поднимал всю жизнь железо. Но его нафиг, сказал бы я своей дочке, это железо. Конечно, если бы она потихонечку приходила в зал УФП, грубо занимаясь там волейболом, например, и проходила в зал УФП, я видел, что ей нравится рвать и толкать. И она пришла, например, на тренировку, да, через какое-то время? Ну, в возрасте 16 лет, занимаясь волейболом, пришла и взяла и толкнула 100 килограмм. Я бы, конечно, задумался, но я бы задал вопрос. Ты уверена, доча? Ты уверена, что ты хочешь заниматься этим? Если она скажет, папа, блин, я не могу, она будет рисовать на стенах штанги, у нее будут плакаты ведущих штангисток планеты, там, Наде Евстюхиной, там, Заболотной, там, Наташа и еще кого-то таких величайших наших девочек. Там будет плакат, висеть Димы Клокова, потому что нравится, как он поднимает, или Руслана Албегова, или Половникова, Васи, еще кого-нибудь будет смотреть. Вот это скажут мужики. Вот если вот это, я увижу, что действительно она фанатеет, ну, что я могу поделать? Конечно, я буду помогать ей. Конечно, сделаю так, чтобы она стала действительно чемпионкой мира Олимпийских игр. А по поводу вот этих, конечно, я как папа, я бы хотел видеть ее такой изящной, танцующей, бальной танцы, чтобы она пела какие-нибудь песни там. А чего, а чего, а чего гармонь поет от того, что кто-то любит гармониста? И вот так вот, чтобы тоже было бы очень даже неплохо. Притом, и плохо для меня, и неплохо для меня, и неплохо для ее будущего мужа, на самом деле. Такий мужик настоящий, он мечтает, наверное, все-таки о такой женственной, такой домохозяюшке, такой мамке, такой, чтобы рожала, пекла, готовила, ждала, любила. Эх, повезет даже какому-то, хочу сказать, мудаку. Ха-ха-ха-ха. Не дай бог мужику. Вот. Дальше. Ну, давайте такой, вот я все выбирал, убирал, а теперь попробуем все-таки такой наугад. Вопрос вот сейчас я так делаю, 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 а потом делаю, делаю, а потом так еще немножко поделаю. Еще чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Оп. Так. Какой классный, отвечаю. Зуб даю, пацаны. Петр Дроздов задает вопрос. Михаил, как вы относитесь к тем людям, которые хейтят Дикуля, мол, веса неправоподобные и так далее? Может, он просто шоумен, и его подъем 460 просто фейк? Я не знаю, и не хочу ничего гадать, было, не было, весело на 460 или не весело 460. Мне глубоко наплевать. Вот и все. Что там говорит Валентин Иванович? По моим православным канонам, по моим православным понятиям, не судим и не судим будешь. Потому что знающий, разумный промолчит. Знающий, подозревающий, глупый будет орать во все, во все услышания, что это ложь, это неправда. Ну, вот и крикнул всем, привел убедительные доводы какие-то, что это ложь, что это неправда. Ну, ты счастлив? Или те, кто это услышали, сказали, о, ты круто сказал про этого старика, что он врун, ему не 76 лет, ему 66 лет. Как он мог же так врать? И все такие похлопали в ладоши друг другу, что они его разоблачили. Как его разоблачили? Возвешивали эту штангу? Нет. Хотите сказать, что... Да, еще раз говорю, мне по барабану. Было там 460 или не было? Самое главное, что я пришел в крайний раз к Валентину Ивановичу на базу и не смог поднять 45 килограмм. Два шара по 45 килограмм от земли оторвать. Как отношусь к хейтерам? Ну, как отношусь к хейтерам? Ну, еще раз говорю, есть белое, есть черное, есть люди сочувствующие, есть хейтеры. Как к ним относятся? Так же, как ты относишься к противоположностям? Но есть это в мире? Ну, как-то так. Бог им судья всем. Я судить не собираюсь. Хочется им писать, пускай пишут. Спасибо. Всем до свидания. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Нет, вот так лучше. И на наш канал в Ютубе. Всем здоровья, удачи и любви. Хейт-ми. Хейт-ми. Май френд. Хей! Хейт-ми. Хейт-ми, видишь? Не давите меня. Хейт-ми. Хейт-ми, май френд.